Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня будет очень важная тема, с каких сортов перца начинать посев. Я неделю назад разговаривала на эту же тему с вами, но про томаты. И я специально оставила перцы на последнюю очередь, хотя сеем мы их наоборот. Для чего? Для того, чтобы потом вы могли сравнить. Я сейчас буду сравнивать с томатами. Томаты для всех более знакомые, мы более привыкли к ним. И вот перцы по сравнению с томатами вам будет воспринять легче тем, кто новенький. Так, начнем. Вот сейчас зимой, так же как томаты, семена перцев мы выбираем, подбираем. Всегда сеем, обычно не один сорт, а несколько. И так же как про томаты, то же самое. Вот сортов сейчас огромное количество. Заходишь в магазин, глаза разбегаются. Я сама до сих пор, у меня уже их очень много. Вот опять новинки купила. Оранжевый красавец. И вот я тоже все подкупаю и подкупаю, хотя... Ну, а один другого крашивает. Соблазниться очень сложно. Это сложно, да. Просто. Соблазниться очень просто. Ну и вот. Мы приходим домой, мы их раскладываем. И хорошо это я вот, например, много-много лет выращиваю. А кто хочет посеять, например, первый раз, для них они кажутся одинаковые, но все-таки вопрос закрадывается. Может быть их как-то по очереди садить? И от чего это зависит? Я все понимаю, человеку, первый раз встретившемуся с перцами, как-то немного, наверное, страшновато самому определять. Имейте в виду, я вам сейчас скажу и запомните, перцы, так же как томаты, они все разные, у них различный продолжительный вот этот период от всходов до созревания первого плода. Их тоже нужно сеять по очереди. И я сейчас все расскажу подробно, но это все по аналогии с томатами. Также некоторые думают, что сеять можно их все одновременно, нет, лучше не делать. Некоторые думают, что надо сначала ранние сеять для раннего урожая, потом поздние, это тоже не так. Начнем по порядку, так же как с томатами, сейчас все буду рассказывать. Я вот даже план составила, чтобы не забыть ничего. Перцы, так же как томаты. Есть поздние спелые с продолжительным вегетационным периодом, есть средние спелые и ранние. Я для того, чтобы слова были покороче, буду называть просто поздние, средние, ранние. Все. И вот от этой очередности, если мы будем соблюдать эту очередность, то урожай будет не только у нас богатым, обильным, но он будет рационально распределен по летним месяцам. То есть так же как с томатами. Ранние и скороспелые перцы у нас в первую очередь поспеют. Вот они могут поспеть, если в теплице, то уже в июле. У меня в июле ласточка, вини-пух уже полностью спелые были. Они будут прекрасным дополнением к салатам, к огуречным, к томатам в свежем виде. Они не очень толстые, у них стеночка и плоды небольшие, поэтому они рано. Но они, ну как, в начале лета, это уже как-то не начало, а середина, но они самыми вкусными вам покажутся. Потом уже после них подойдут вот эти вот средние уже, у которых больше месисти. И потом уже, когда поздние подоспеют, когда будет большой-большой у вас такой наплыв вот этих поспевших плодов, тогда можно заниматься, говорить о заготовке, там консервировать, так же кушать салаты и даже на хранение последнее положить. Но если мы вот этих разных сортов не наберем сейчас и не будем сеять разные, то они у нас так же, как с томатами, могут в одно время отплодоносить, закончиться и все. Поэтому к посевам тоже нужно, ну как, внимательно подходить, все это сначала все изучить, все раскомпоновать и сеять. Вот самое главное, что вы должны первое запомнить. Покупайте перцы, приобретайте с разными сроками созревания. Должны быть ранние, должны быть спелые и должны быть позднеспелые. Даже если вы любите толстостенные, крупные, мясистые, вы поймите, вы будете ждать их все лето, но на первое время все равно нужно покупать скороспелки с маленькими стручками, пусть они будут 70, 80, 100 граммов. Но они вот для обеспечения вот этого продолжительного поступления перца на ваш стол, они вам будут необходимы. Так, дальше. Если правильно подберем, все будет, все, как все лето будет урожай, так с каких все-таки начинать? Вот вы правильно подобрали, у вас есть и поздние, и средние, и ранние, всякие разные, с каких мы начинаем сеять. Сейчас выберем так же, как томаты, раскладываем и смотрим срок вегетации. И выбираем на первый посев самый-самый длительный срок. Перцы они тоже очень разные, вот 105-110 дней, вот уже 120 дней, а знаменитый, всеми известный вот сорт такой, как калифорнийское чудо, вот такой вот кубовидный и другие, я не буду называть все сорта, у них 140 дней срок вегетации. Это очень много. То есть вы должны понимать, что от посева, ой, от первого всхода, вот когда взойдет первый, и до появления первого спелого плода пройдет 4,5 месяца. Но он же вам нужен не только первый, еще следующий вам нужный. Это значит 5-6 месяцев, почти полгода, вот этот период жизни перца, и мы должны ему обеспечить, как сказать, такую дату посева, чтобы он успел вот этот куст. Ну и опять так же, как с томатами, повторюсь, тут сегодня будет много повторений, что обычно вот эти перцы с такими, ну, с длительными вегетационными периодами, обычно это все высокорослые, они большие перцы, у них такие крупные мясистые плоды, у них такая толстая стенка, и они, как правило, они самые сочные, они самые вкусные, самые ароматные, потому что это не какие-то скороспелки, это так же, как с томатами. Самые поздние, вот такие самые крупнющие, вот эти томаты, они же самые вкусные, но ждем их мы дольше всего. И поэтому, вот это вопрос, ой, ответ на вопрос, почему начинаем сеять с них? Для того, чтобы они успели вызреть именно вот на своих, на материнских кустах, мы сеем их в первую очередь. По срокам я потом немножко пройдусь, но точно, если говорить только по срокам посева, это надо отдельное видео снимать, мы сейчас рассказываем про сорта. Вот первые мы посеяли поздние, дальше у нас будут идти средние, то есть средние, это те, которые между скороспелками и между поздними. Это вот основная группа, это почти вся остальная масса. Вы вот купили, например, 5-6, пусть даже 10 видов, вы самым длительным вегетационным периодом отбросите, потом отбросите скороспелых и карликов, а все, что останется, вот эта основная группа, их очень много. Я вот сейчас посмотрела, тут у нас и ласточка, и красавчика, и какой-то еще. Перечислять даже сорта смысла нет. Уберем ранние, уберем поздние. Вот все, что останется, это у нас будет вторая волна посева. Тут очень просто, так же, как с томатами. Первые посеяли, через 7-10 дней посеяли вторую партию. И самыми последними мы будем сеять ранние и скороспелые. И вот тут опять такой парадокс, что многие думают, так, я хотела по срокам, но не буду сейчас по срокам говорить, так немножко. Все думают, что раз ранние надо сеять рано. Нет, мы их оставляем на последнюю очередь, потому что вот некоторые перцы, я вот сейчас смотрела, есть даже 75-80 дней. Большая разница. Смотрите, или 140 у калифорнийского чуда, или 80 у какой-то скороспелки. Это 40-50 дней. Это около двух месяцев разница. То есть, если бы мы его посеяли вместе вот с этим позднеспелым перцем, ну вы представьте, сеем мы в феврале. Ну там, кто когда, 15 февраля, 25 февраля. Он через 2-3 месяца уже был взрослым таким кустом, цветущим перцем. И куда его девать? Он уже в начале марта будет готов у нас к высадке, будет готов к плодоношению. А если для него нет условий, особенно если Сибирь, он, конечно, перерастет. Вы слышали, наверное, такое выражение замученная рассада. Вот он у нас стоит, стоит, его человек мучает, мучает садовод. Конечно, и подкармливает, и все. Это уже в ущерб растению. Там однокорневая система, в этом стаканчике ничего уже там нет. Все, рассада замучена, в ущерб плодоношению будет, урожайность будет меньше. Поэтому вот сорта нужно разбирать, нужно рассортировать и сеять все по очередности. Сейчас по срокам я все-таки скажу. Вот у нас в Сибирском регионе, так же, как про томаты скажу, вы можете посмотреть сроки, например, посева разных, ну, групп перца в интернете, но имейте в виду, все данные там приведены для центральной полосы России. То есть, если вы живете в Сибирском регионе и приравненном к нему, вы на 7 дней позже делаете посев. Если у вас Южный регион, или хотя бы более теплый, то посев делаете раньше. Вот у нас в Сибирском регионе, так, ну, а что, я даже цифры сейчас не буду называть, вы, мне главное до вас донести принцип, не самое название сорта, там, не саму дату. Если вы сеете свои томаты, первые, самые, поздние, например, с 1 по 10 марта, то, ну, для открытого грунта, например, то перцы вы должны сеять на 2 недели раньше. Этот же сорт, например, поздний, самый первый посев на 2 недели раньше. У него более длительный вегетационный период, и когда вы будете сеять вторую волну томатов средних, то перец у вас первая волна, то есть позднеспелый, они должны у вас уже взойти, уже должны быть давно посеяны, и должны быть уже зеленые росточки. Он должен у вас расти с опережением, ему нужно больше времени. И вот первую вы посеяли, но это для открытого грунта. Если у вас теплица, то вы еще на 2 недели раньше сеете, если она у вас холодная, и нет никаких условий там прикрыть, обогреть, и на месяц раньше, если у вас есть условия. Я говорю, про перец это сложно, но вы 1-2 раза посадите, посеете, и дальше. Так. Сейчас я еще посмотрю по датам. И даже так же, как про томат, я скажу, все у нас зависит от региона. И вот если вы какого-то блогера слушаете, ну как, что-то записываете, вы должны обязательно знать, в каком регионе он живет, и что он говорит, о каком климате, о какой погоде. Вот у меня сибирский регион, и для некоторых районов, которые проживают в других, более теплых районах, ну, местности, это очень поздно. Мы начинаем чуть попозже. И тут от региона, и еще от условий выращивания рассады, так же, как я говорила про томаты. Конечно, перец нам хочется посеять пораньше, но если у вас есть дополнительное освещение, если у вас есть возможность второй пикировки, повторные, в большую тару, тогда вы можете посеять и пораньше. А если вы посеете пораньше, но не предоставите им вот этих комфортных условий, будет еще хуже, чем вы посеете попозже. Тут такой, так вот, две стороны медали. Хочется и рано получить урожай, и качественную рассаду, но все это вместе не получается. Я вот сама опытная огородник, я из года в год вот не чусь, то раньше посею, то позже посею. Год на год не приходится. Посеешь очень рано, вроде как для получения раннего урожая. Да, ранний урожай получается, но рассада иногда, если когда весна поздняя, она когда перестоит, она портится уже, ну как, и не такая форма куста, и не столько урожая в количестве, обязательно потеряешь. Тут уж что-нибудь одно. На следующий год посажу попозже, вроде думаю, ну чтобы рассада была, и не так долго стоять на окне там. Все, рассада получается прекрасно, все великолепно. Но дата созревания уже отодвигается, не так рано, как в том случае, когда была рассада замученная. И вот мы ищем все, и универсальные способы вот эти, и универсальные даты посева, чтобы вырос перец и рано, и чтобы поспел, и чтобы было его много, и чтобы рос он долго, и чтобы все это было продолжительно. Ну таких способов и методов, наверное, нет. Каждый испытывает на себе сам. И я вот думаю, что таких универсальных способов и методов нам, наверное, и не надо, потому что если все будет вот так просто, тогда нечего будет пробовать, экспериментировать, не о чем мечтать. А сейчас пока мы по старинке. Раскладываем все вот эти вот свои пачки, разделяем на три группы с длительным сроком, со средним и с коротким. планируем, мечтаем, все хотим вырастить рано, много, обильно, с толстыми стенками, с сочными. Я всем вам этого желаю. Мы всегда стремимся, идем к этому. Иногда получается, иногда нет, но это не важно. Главное, что каждый год у вас будет получаться все лучше и лучше. Я первые три года вообще не могла вырастить ни перцы, ни баклажаны в рассаду. У меня все погибало. Почему, не знаю. На следующий год повторяла так же, опять погибала, потом повторяла так же. После двух, или даже, может быть, трех лет, при таких же самых, ну, повторяющихся действиях, стало все получаться. Они, наверное, просто сдались. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Если вы будете настойчивыми, упорными, перед вами дадутся и перцы, и баклажаны, и даже арбузы. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok